Не знаю, когда вы прослушаете или прослушаете аудиозапись, поэтому я еще раз приветствую вас. Я рад, что вы, хочется верить, поправились, хотя вы этого не написали. Вот, и, значит, прежде чем начать говорить, ну, по поводу того, что вы написали, мне хочется рассказать вам, что... Также поздравляю вас, что, значит, сделка прошла, хоть и с большими трудностями, значит... Я рад, что вы преодолели этот определенный период своей жизни, да, такой тяжелый, такой неопределенный и так далее. Итак, значит, первое, что вы пишете, это первое разочарование, которое касается от вас. То есть, значит, вот, то, что касается вашего папы, вы не проговорили с ним, да, он приехал домой, приехал к вам, а вы, собственно, вот так вот к нему отнеслись. Негативно отнеслись, отнеслись, и, в общем-то, ему было некомфортно, он не ожидал такого отношения. Знаете, вот, то, что я хочу вам сказать, отказано тем, что у вас части текста, они перекликаются между собой, то есть, например, вот, первое разочарование у вас идет, да, это касается вашего отца. И вот уже буквально в конце вы пишете, значит, про свою ситуацию в детстве, когда, ну, ваш отец оказался в таких обстоятельствах, в которых вы оказались. И поэтому, чтобы адекватно дать комментарий этому происшествию, мне, как бы, ну, нужно будет между этими частями текста переключаться. Вот. Значит, ну, в первую очередь, по поводу вашего, первой части текста, где вы испытываете разочарование, где вы его увидели, где вы говорите, что он не проговорил с вами, и все осталось так, как есть. Вы знаете, вот эта ситуация, в этом контексте, я могу вам сказать так, что, конечно же, со своей стороны, вы правы, действительно, между вами есть определенные, там, тонкости, определенные недоговоренности, определенные проблемы. Но, вы знаете, вот, вы относитесь к нему, вы видите, его воспринимаете через призму детских обид. Ибо, как я понял, вас не связывает на данный момент ничего такого, что могло бы настать взрослой связью, да, то есть, ну, взрослая партнерская связь. И вы руководствуетесь в отношении к нему своими детскими обидами. Понятно, что детские обиды у вас, они очень большие, очень серьезные. Они на совести отца находятся. И что они все делают вид, что все хорошо и продрачно. Это вы правы в том, что вот вы пишете, значит, не хотите больше делать вид, что в армии все хорошо и продрачно. Ведь так и остался весь этот воздух и тот сложный период в вашей жизни, за которым он так и не изменился. Действительно, вот это нельзя оставлять, ну, как бы, в прошлом, потому что, ну, ваш отец, хочется верить, проживет еще много. И хочется верить, что вы проведете с ним также значительное количество времени и поэтому, потому что вы проведете с ним значительное количество времени, ну, желательно, чтобы общение с вами у него и у вас не приносило удовольствие. А для этого вам нужно все-таки все ваши проблемы проговорить. Но, что значит проговорить? Что значит выяснить? Выяснить проблемы, проговорить их, как вы выразили, это значит не потребовать от него извинений. Не разобрать на самом деле по крупицам, по элементам все составляющие проблемы. Нет. Потому что ваш отец, человек своего времени, и он вполне вероятно не считает, что ему есть за что, например, перед вами извиняться. Он может быть считает, что он сделал все, что мог, все, что было в него сила. Он не считает, что есть что-то, что нужно проговаривать. Просто потому что таково его восприятие. У него образы прошлого отложились, сформировались именно так. И, может быть, он не хочет ничего разбирать, чтобы не бередить так старую раму. А не спрашивает он вас, каково вам было по дому, и что и тогда было плохо, было не сладко. Но от этого ему легче не стали. Да и вам, в принципе, тоже. Пожалуй, для того, чтобы ваше общение, как бы это сказать, опустило все негативные моменты прошлого и устремилось вперед в будущее, но не только одно, чтобы вы видели, чтобы вы видели, что ваш папа сожалеет о том, что случилось. Чтобы вы видели, что он вас любит, он вами дорожит, что он хочет для вас самого лучшего. А так никто не идеален, у всех есть свои проблемы, у всех есть свои, ну, скажем так, недостатки. И, к сожалению, к сожалению, ситуация такова, что недостатки эти, они отражаются на детях. Потому что, ну, если у человека изначально есть какие-то недостатки, то, соответственно, они проявляются в поведении человека, и волей-неволей влияют, раз в поведение, значит, поступки человека влияют негативно и на детей тоже. Ну вот, вы помните, хорошие моменты, пусть и благодаря критическому переживанию, да, и вы понимаете, что все равно отец вас любил, и все равно он о вас заботился, все равно он не позволял своим проблемам передаваться вам. И это тоже достойно уважения. Перед тем, как я скажу нечто положительное, нечто приятное, надеюсь, вам, я хочу сказать негативное. Что вот вы уже не бредно встретили, не удостоверились отдать ему тепло, которое обычно отдаёте, и вообще раздалось не клеиваться, а вместо того, чтобы гостить его, пошли загорать. Вот это поведение, оно не является поведением взрослого человека. Я понимаю, что после моих записей вы, конечно же, пересмотрели свою позицию. Да, это хорошо и правильно, но вы же взрослый человек. И как взрослый человек вам нужно не только самостоятельно понимать причины вашего поведения, вот резкого изменения причин. Давайте попробуем небольшой такой пример привести для наглядности, это вот, например, если, ну вот, вы, допустим, очень вежливо себя ведёте, да, со мной всегда всегда очень обходительно стараются вам выражать свои мысли, относитесь к пониманиям, что ответ на ваши вопросы приходит, впустя какое-то время, когда, ну, другой бы клиент, например, на вашем месте мог бы там требовать, то есть быстрее, 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 вы этого не делаете, вы вежливый человек. И, естественно, если бы вы внезапно однажды написали мне что-то грубое, что-то такое неприятное, я бы пытался понять причину, вот почему вы так себя ведёте. И Тонкость в том, что у каждого человека способности к познанию, вот к познанию причин поведения других людей, они свои, у каждого они разные. И ваш отец обладает своими способностями в этом плане, в этом ключе. И если он, вот если бы у него были способности другого плана чуть-чуть, он бы, ну, пошёл бы за вами, да, он бы поговорил с нами, спросил доченька, что случилось, что-то на меня отличие там, ага, что там, из борцового настроения, может быть даже в идеале он бы вспомнил бы что-то из, ну, из того, что действительно могло бы как-то вас задеть, как-то вас обидеть и так далее. Возможно, он бы вспомнил не кое-что из своего прошлого, да, то, на что вы обещаете, в принципе. Но он это не сделал. Почему? Потому что вот способности к познанию у каждого человека своей. И, во-первых, для него был бы слишком большой риск, что он мог ошибиться в предположении того, почему вы так себя ведёте. Вы же не сказали ему причины, да, вы просто вели себя отчуждённо. Так вот, ваше отчуждение, оно могло быть вызвано как проблемами, например, в вашей личной жизни. Ваше отчуждение могло быть вызвано и проблемой там в деловой сфере и так далее. Если бы мужчина начал выдвигать свои версии проблем, это могло бы выглядеть эгоистично. Понимал ли человек это? Не понимал человек этого? Мы, конечно же, знать не можем, потому что чужая душа в подшумке. Но, тем не менее, раз он уехал быстро, значит, он, ну, потерялся в догадках и не считал для себя возможным выяснять, что он вас беспокоит. Потому что вы, ну, недостаточно близки для того, чтобы, по его мнению, лезть к вам в душу. Понял ли ваш отец что-то из такого вашего поведения? Врядно. Открыл ли он для себя новое что-то из такого вашего поведения? Тоже врядно. Потому что, вот у вас все хорошо, все хорошо, хорошо, он ничего плохого вам в этот период не делал, а потом раз вы резко меняете свои отношения. Соответственно, отец по ним понимает, что у вас, скорее всего, какие-то проблемы. Именно с вашей стороны всего. То есть он даже не осознает причины, по которым вы так себя ведете. Ну, а то, что он посвятил себя лично, и то, что, может быть, всплыли какие-то его собственные, там, комплексы, там, и так далее. А это вполне может быть. Вот только, ну, ничего положительного, ничего позитивного это ему не принесло. Просто потому, что он вспомнил это все. То, что он, в принципе, знал и так. И, ну, он себя еще покорил, может быть, да, он себя как-то еще там обешивал. Но, по сути, хорошего ему это ничего не дало, к сожалению. Теперь, как я говорил, после негатива, я хотел вам сказать немного позитивного. Позитивный заключается в том, что вы поняли, значит, другую сторону жизни вашего папы, поняли, что не просто так он болел, да. И, значит, поняли, что, скорее всего, рядом были не те люди, которые ему были нужны, и не те ситуации, с которыми он мог бы справляться. Что значит ваша вот эта вот мысль? Ну, в принципе, в принципе, мысль, конечно, хорошая. Она зрела, в этом смысле. Она очень, эм, такая, знаете, осознанная. Действительно, вы смогли сейчас взглянуть на твоего отца, как взрослый человек, не как ребенок, а как взрослый человек. Вы посмотрели на него, и вы поняли, что кроме той части его жизни, которую вы воспринимали, которую вы видели, а это его жизнь в качестве отца, есть еще и другая жизнь в качестве, там, делового партнера, в качестве человека, в качестве мужчины и так далее. И вот эту жизнь вы видели сейчас, поняли, что она гораздо более глубже, чем та страна, та часть, которую вы наблюдали. И поэтому вы в купе, то есть до совокупности, вы его простили. Это так. Это правильное решение. Но, как я уже сказал, ваше прощение, оно, знаете как, оно изменит ваше отношение к нему, к отцу, то есть. Но оно не наладит между вами общину. Теперь вы, как человек, ну, более поднего поколения, как человек более мудрый, вы теперь представляете гарантом и опорой вашего отца. Потому что вы, в силу своего опыта и в силу того, что вы молоды, вы понимаете больше. И вам теперь, для того, чтобы наладить отношения с вашим папой, если вы истинно его простили и поняли его более глубже, Так вот, вам теперь вашего папу нужно вести за ручку в новые отношения. Вам нужно дать ему понять, во-первых, что он имеет право высказывать свое мнение, он имеет право вам там что-то говорить, он имеет право быть вам отцом. А он, если я правильно понимаю ситуацию, не считает, что у него такое право есть. С точки зрения, которую я скажу сейчас, можно поспорить, и я не думаю, что нужно обязательно говорить, что она правильная, но в независимости от того, каким человеком является ваш отец, это не отменяет того факта, что он ваш прав, это не отменяет того факта, что он ваш родной человек, и это не отменяет того факта, что он имеет право быть отцом. И имеет право исполнять некоторые функции отца, некоторые функции родителя, Который вы, конечно же, обижаете на него и, возможно, держа себя отчастного на расстоянии подавляет. Теперь, если вы просили, вам нужно обязательно ему об этом сказать, вам нужно обязательно с отчетом разговаривать, вам нужно обязательно увидеть какую-то его реакцию на то, что было, уверен, что в некоторой степени его самого тебя тяготит. То, что произошло, то, что имело место быть, но тяготит по-своему. То есть вам нужно быть готовым к тому, что вот то, как вы воспринимаете сердце связано с вашим папой, то, как вы видите это, отцом видится совсем по-другому. И вам, в контексте того, что вы принимаете людей такими, какие они есть, надо быть готовы принять его точку зрения и увидеть для себя, в какую полицию, в какое положение вы в этой, вот в этом видении ситуации занимаетесь. Если вы посчитаете, что положение, которое вам отвел вас за тех достойно, то вы можете, простив его, продолжать с ним взаимодействовать, продолжать с ним контактировать, продолжать с ним сближаться, может быть. Может быть, общаться более тесно, как вам хочется, это исключительно ваше право. Но, тем не менее, ваше общение будет назвать конструктивный характер. Если вы по какой-то причине посчитаете, что его положение, точнее положение, которое отец отвел вам в своем видении той ситуации, не достойно вас, положение не отвечает вашим требованиям, вашим взглядом на себя саму, то это не отменяет того факта, что, ну, что вы перестали отчувствовать, что вы простили его, или что отец стал для вас более плохим. Нет. Просто ваше общение оставаясь доброжелательным, оставаясь нейтральным, но и будет направлено на сближение. То есть не будет иметь ярко выраженного позитивного направления. И это нужно сделать для того, чтобы сохранить вашу точку зрения относительно себя и относительно того, какое место вы занимаете в той ситуации, которая происходила с вами, где ключевой фигурой выступал ваш отец. То есть, что я хочу сказать, я хочу сказать главное, что вне зависимости от того, как вы относитесь к отцу, у вас имеется свой взгляд на то, что происходило тогда. И очень важно, чтобы вы не ломали себя, не переступали через себя и не позволяли принижать свое должноество, принижать свою самооценку, принижать свое собственное значение и принижать те негативные моменты, которые вы чувствуете. Ваш отец для конструктивного общения с вами, для сближения, для более эффективного взаимодействия между вами как отец с дочерью, ваш отец принимает ту ситуацию как негативную для вас и сожалеет об этом. Если нет, просто нейтральные доброжелательные отношения с пониманием, немножечко мудрое, немножечко, я бы даже сказал, покровительственное, то есть вы относитесь к нему как к своему папе, как к человеку, который дал вам жизнь, но при этом серьезно на него не опряетесь и серьезно его не рассматриваете, потому что у вас принципиальный взгляд на то, что является для вас очень-очень-очень важным. Иными словами, прощение, то есть вы простили его, никак не влияет на то, что так и осталось висеть в воздухе, тот сложный период вашей жизни, за который он так и не извинился, не проговорил и не разобрал его. Вот этот момент нужно понимать. И одно не исключает другого. И вам нужно, ребят, спросить. Вам важно только то, как вы своего отца воспринимаете? Или вам важно общение с ним, взаимодействие? Если первое, то прощение достаточно. Все остальное можно оставить как есть. Если второе, то диалог, разговор, возможно, не один разговор, и не два, и не три, обязательно. Итак, это что касается ваших отношений. Теперь, что касается второго момента, здесь вы пишите про директора, про то, что, собственно говоря, вы развенчали его образ, развенчали его идеалистичность, и теперь вы, значит, стираете из памяти то, как он выглядит, его манера дистанции и так далее. Он стал от вас очень далеко. И вы знаете, вот до этого момента, до того, как мы начали писать, что у вас стал стираться образ, действительно все было хорошо, мне было приятно, что вы благодарите меня за мою работу, но вот как вы начали писать про образ, я понял, что все не так просто, и, в принципе, я хочу сказать, что отдаю себе отчет в том, что далее вы пишите про его жену, которая, по вашим словам, наводит порцию, да, и так далее. То есть, и это все понятно, но эта деятельность его жены, она не касается напрямую ваших отношений с директором, а вот то, что касается ваших отношений с директором. Понимаете, когда человек находится на расстоянии, и ваше общение, по сути, все на расстоянии, и взаимодействуете вы с ним тоже, только на расстоянии даже через письма, то есть так, как я не помню, но, по-моему, даже голосом вы особо не взаимодействуете, вот. То получается так, что вы общаетесь с тем образом человека, который у вас остался. То есть, вы, по сути, общаетесь на невербальном уровне, так и с собой. То есть, вербальный уровень, понятно. Вербальный уровень – это переписка, это обмен информацией, это понятно. Вербальный уровень – это реальный человек. Но ведь вы, человек, при этом не видите, не видите никакой он, вы не видите его мимика, его отношения, его эмоции, все это вы не видите. Вы делаете анализ только исходя из текста, что он вам присылает. Но не нужно говорить, наверное, что буквы – это всего лишь буквы, и что, как бы, буквы одни и те же, мы можем в зависимости от своего эмоционального состояния восприниматься совершенно по-разному. И, вы знаете, вот, исходя из этого, я хотел бы вам сказать так. Я думаю, что ваше охлаждение к нему, ваше, ну, принижение, восхищение им, или принижение его значения, его ласточки в вашей жизни, при прочих равных условиях, то есть мы здесь не берем в расчет, ни, там, изменение статуса его засты, ни то, что он вам пишет сейчас, значит, он вам писать вещи достаточно двусмысленные и так далее. Мы этого расчета сейчас не берем. Почему? Потому что это ситуативный момент. То есть мы не знаем, в каких условиях он пишет эти песни. Может быть, там жена ему диктует все эти слова, а у него выбора нет, потому что она ему там чем-то угрожает. Или, может быть, что-то еще происходит. Мы не знаем, не знаем, не знаем. А если не знаем, то и выводов делать мы не можем. По крайней мере, таких, на которые вы опирались в своем поведении. Поэтому давайте от этого пока мы отойдем. То есть вы-то сами можете делать такие выводы, какие вы считаете, ну, это ваши права. Но я такие выводы делать не могу. Я могу опираться на то, что есть, на то, что действительно есть. А есть следующее. Когда вы общались с ним непосредственно, то есть и вербально, и не вербально, вы видели его. Вы видели его отношение к вам, и это у вас, в принципе, даже в конце текста есть, есть, что здесь директор с вами не начался, он помогал вам там и так далее. И, а что происходит сейчас? А происходит сейчас то, что вот с одной стороны, человека нет рядом с вами, вы его не видите. Значит, вы опираетесь только на свой образ, который, естественно, стирается. С другой стороны, есть ваш муж, который дает вам при... Ну, при всех перипетиях, да, при всех конфликтах, он дает вам более яркие эмоции, чем по директору. Потому что директор – это просто письма о мужах. Вот он рядом с вами, и как бы вы его не только видите, но и чувствуете. И, с этой стороны, работа с психологами, ну, почему с психологами, потому что, ведь не только, да, со мной работают, вы задаете вопросы еще на сайте, и, наверное, еще обсуждаете эти моменты. То есть, все это вместе привело к тому, что, ну, значение директора начало падать. Ну, то есть, это нормально. Нормально, что образ, который есть сейчас только у вас, и последний каждый раз, когда вы отправляете письмо директора, вы отправляете его тому образу, который есть у вас в сознании. И так получается, что этот образ не подкрепленный сейчас, а реальными встречами является образами прошлого. А образы прошлого, как я уже говорил, могут спираться и менять свои очертания. Мы имеем дело просто-напросто с тем, что любые отношения на расстоянии без подтверждения, без подкрепления из реальности, они затухают. И вот такое затухание происходит и у вас. То, что вы сейчас чувствуете, это одно. Но если он выйдет, директор, если вы вновь его увидите, то вы вновь будете его чувствовать, все, что вы сказали ранее, может вернуть. Постарайтесь, пожалуйста, иметь это в виду. Постарайтесь, пожалуйста, иметь в виду, что ни жена, ни ее проделки, ничего из того, что делает она, не влияет на то, что вы будете чувствовать и что он будет чувствовать, когда вы вновь встретитесь. Потому что тот самый образ, на который вы опирались, когда с ним только-только начали происходить негативные моменты, он вернется. А может быть и нет. Может быть, образ изменится и человек будет уже другим. Этого мы тоже знать не можем. Нужно вам просто для себя оставить такой зазор, такой, знаете, ну, свободное пространство или, может быть, место для разворота в случае, если при реальной встрече все то, что вы к этому мужчине чувствует, сквандернется. Еще раз повторю, такое может быть. Потому что сейчас вы переживаете, ну, я бы сказал, классический синдром затухания отношения на расстояние без подкрепления. Ну, скажите, там даже неизвестно, мужчина ли это пишет вообще. Может быть, жена ловит его письма, переписывает на свой лад, определяет вам. А мужчина может быть даже ни слов, ни духом о том, что вам приходит. Если вы говорите, что, например, вы пишете, что вы директора не узнаете, то есть тот человек, которого вы знаете, да, которого вы знали, он бы такого вам не написал. Из чего вдруг он такое пишет? Опять-таки, с его стороны возникает то же самое. То есть он точно так же, как и вы, видит вас исключительно в своем внутреннем взоре. И он имеет, так же, как и вы, образ, ваш образ, образ прошлого. И этот образ тоже может стираться, так же, как и у вас. Поэтому, может быть, это пишет и он, и потому что ваш образ у него тоже стирается. Как видите, слишком много здесь, наверное, на специфики вашего общения, на специфики вашего взаимодействия. И нельзя говорить о том, что вот то, что вы сейчас ощущаете, то, что вы поняли для себя, что вы этого человека не видите рядом с тобой, что вы благодарите меня за работу. Ну, нельзя на сто процентов, к сожалению, в этом быть уверены. Вот если он предстанет перед вами, вы поговорите с ним вживую и поймете, что вот действительно ничего больше не чувствуете к нему. Что? Что вам больше ничего от него не нужно. И что вы действительно не видите его рядом с собой, когда он у них будет вот уже непосредственно перед вами, да, на расстоянии протянутой руки. Вот тогда можно сказать, что вам можно меня поблагодарить за работу с вами и за то, что я помог вам, ну, скажем так, избежать соблазна, риска и чего бы то ни было еще. Что касается, значит, жены, то не могу не сказать здесь, дело в том, что, как бы, ну, то, что вы верите или не верите в такие вещи, как порча, как глазовство и так далее, это ваше, конечно, право. Я не могу здесь вам ничего говорить, ничего заверить, это вопрос веры. Но, хочу сказать, что ваша, так сказать, ваша аура, ваше отношение к этому сыграет немаловажную роль. Вы говорите, что, значит, недослуженное проклятие не сбывается, но вы уже подумали о нем, подумали о том, что к вам заходят хорошие люди, да, что они пытаются вам, там, может быть, навредить или что-то еще, и жена пытается его, директора вам навредить. И это все, несмотря на то, что вы знаете, знаете, что они виноваты, может на вас влиять. Об этом не забывайте. Тот факт, что вы признали наличие такой вот деятельности, уже может на вас влиять. Потому что вы всерьез отходитесь к кладовству, к проклятиям и так далее. И вам нужно здесь, на самом деле, как до конца свою позицию обозначить. То есть, либо вы разрешались от проклятий, и неважно, какие они заслужены или нет, они все равно проклятия. Либо вы вообще в это не верите. То есть, вам нужно как бы завершить свою позицию в этом. Поэтому, на данный момент, ваша позиция не является завершенной. И поэтому, могут быть, ну, определенные неточности, определенные, знаете, такие, ну, неприятные моменты, исходя из этого. То есть, вам нужно вашу позицию здесь завершить. Я надеюсь, что это понятно. Дальше. Теперь, что касается вашего мужа. Ну, во-первых, хочу сказать, что вы очень много всего написали. И я подумал, ну, вот, по прочтению текста, мне казалось, что вот, ну, совершенно одно будет у нас происходить, но потом оказалось совершенно другое. И то, что было в начале, что мужчина говорил вам о том, что он хочет найти другую девушку, что вы для него проклятие, что он с вами, ну, ничего не может сделать, что вы мешаете ему и так далее, и так далее. И да, и ваш вопрос, что мужчина не прислушивается к вам в работе, которую вы задавали первый, да. Это все можно, вот, как бы, суммировать в один такой момент, в один момент, в который мужчина озвучил так. Когда у вас дела хорошо на работе, то все плохо в личном. Когда все хорошо в личном, плохо на работе. Так вот, а почему так? Когда на работе плохо, то все в личном. Дело в том, что на работе вы реализуете себя как деловые лица, как деловые партнеры, как субъекты профессиональной деятельности, и вы чувствуете себя свободными и значимыми. Излишне говорить о том, что мужчина эффектно хочет занимать положение лидера, положение руководителя во всех смыслах этого слова. И вы знаете, парадокс заключается здесь в том, что именно по причине того, что мужчина обращается к вам за помощью по деловым вопросам, Несмотря на то, что вы сейчас полностью отстранились от деятельности, да, как вы сказали, Вот этот факт всегда будет накладывать негатив на ваши отношения в личном плане, когда мы работаем, все будет хорошо. Потому что особенность смешивания личного и профессионального заключается в том, что когда возникает спор в личном, это переносится на отношения в профсверх. Как бы вы ни старались, как бы вы ни ограничивали, как бы вы ни решались от этого, все равно это наносит определенный эффект. И наоборот, когда в профессиональном моменте, в профессиональном аспекте какой-то спорт, а личный аспект это также переносится. И я думаю, что когда все хорошо у вас на работе, вы ощущаете себя свободным каждый по-своему и каждый по-своему готовый защищать свои интересы. При этом вы чувствуете, что другой, то есть для вас это ваш муж, для вашего мужа это вы, ограничивая возможности каждого. Это тоже мешает. Ага, с другой стороны, когда все плохо в работе, вы чувствуете, что нужно сплачиваться, нужно сближаться. Только вместе можно преодолеть кризис, и вы сближаетесь. И вам вместе действительно легче. И мужчине, и вам с поддержкой легче. Вы это делаете. Вы так поступаете. Именно отсюда такой вот кризис. И я думаю, что решением из этого момента, решением данной проблемы может послужить только то, что вы, ну вот, вы этот вопрос задавали, да, вам сказали, что менять род деятельности будет бегство. Вы оценили этот ответ. И я, ну, не думаю, что нужно спорить с коллегой и с вами, значит, точно мне бы не хотелось этого. Поэтому я думаю, что вам нужно выстроить свою деятельность так, чтобы она никак не пересекала с деятельностью вашего мужа. Прошу меня сразу простить, если вы так уже сделали, если вы где-то об этом без вами договорили, я этого не заметил. Также я не помню, чтобы я вам такого говорил, поэтому заранее извиняюсь, если вы это уже слышали или вам это знакомо. Вам нужно свою деятельность отграничить полностью от деятельности мужа, то есть, я думаю, что и у вас, и у него есть свои сильные стороны. Так вот, эти сильные стороны, они могут совпадать и могут различаться. Вам нужно найти то место, где они различаются, и вот в этом различить, в этом различить себя развивать. То есть, развивать свою профессиональную деятельность там, где ваши способности с мужем расходятся, где ваши сильные стороны с супругом расходятся. И так вы не будете друг другу никак, друг на друга влиять в профессиональной сфере. А когда мужчина к вам будет приходить за это, вы им просто-напросто попробуете договориться с ним, сказать им о том, что, прости дорогой, я не хочу тебе ничего заведовать, я хочу, чтобы решение принимал ты, потому что потом ты же сам будешь жалеть, что разслушивал меня, ты же сам будешь потом меня обвинять в том, что я тебе не даю сам что-то делать, не даю работать и так далее. То есть, в принципе, это вы ему говорите. Ты меня знаешь, мы с тобой много работали, ты знаешь, как я бы поступил в той или иной ситуации, если тебе моя позиция ближе, то поступи так. Но я не хочу, чтобы наша профессиональная деятельность влияла на личную, поэтому я не буду тебе ничего больше советов дать, если ты будешь меня об этом просить. Еще раз извинитесь, пытаясь объяснить ему это, и на данной точке зрения, на данной позиции, вам нужно настаиваться. Далее вы приводите здесь ваш разговор с ним. Разговор, конечно же, напоминает, ну, так вот, знаете, прорыв дамбы, когда человек просто выпрыскивает весь негатив. Пригнаться честно, вот негатив, который вы здесь описываете, он, ну, все это идет по нарастающей, да, то есть сперва это дело касается только проживания, потом дело касается уже ваших отношений, потом дело касается ваших профессиональных действий. Деятельности, потом дело касается того, что мужчина говорит, что он не зависит от вас никак и так далее. То есть, по сути дела, значит, по сути дела, мужчина хочет одного, чтобы вы знали, что он ни при каких обстоятельствах, ни при каких условиях не проходил. Один без вас. Во время вашего совместного проживания мужчина почему-то начал думать, что вы считаете, будто он без вас не сможет ничего сделать. Будь то он сам по себе ничего не значит. Вот об этом я вам и говорил, когда раньше приводил пример того, что вам можно ему сказать. Нужно дать мужчине почувствовать самому себе и в контексте вас, что вы воспринимаете его как смолиопросточного человека, что вы верите в него и что вы уверены, что он сам по себе без предприятия, без деятельности, он, собственно говоря, будет стоить от нас. Дальше. Дальше есть один момент, который мне хотелось, значит, ну, раскрыть. Вот у вас в одной строчке, значит, подсказываем, что мужчина был противником совместной деятельности с директором и говорил, что бизнес и сам поставит. Так он мне на это ответил, что предприятие открывал ради нас с ним, а не ради себя. Да. То есть получается, что ваш мужчина наглым директором, опять-таки, прошу прощения, если вы ранее об этом говорили, я просто, может быть, не совсем хорошо ориентируюсь, именно выключить часть истории, но в том, что прошло все-таки какое-то время с нашего последнего контакта. Но мужчина знает директора, получается, да, он с ним в каких-то отношениях тоже находится. Он может догадываться о том, что у вас в директорах какие-либо отношения, кроме рабочих есть. Мужчина знает, что директор помогал нам, там, ну, психологов, там, еще с работой как-то. А мужчина в курсе всего этого? Если да, то это может влиять на его поведение и служить катализатором для такой вот негативной реакции, в том числе и в рабочей сфере тоже. То есть, если какие-то тесные, серьезные контакты у него с директором были, и если он в курсе такой, что вы с директором вели какие-то общие дела, и в курсе того, что директор вам помогал, то было бы неплохо, если бы вы как-то это написали, возможно, это лучше помогло бы вам понять поведение вашего мужа. С другой стороны, тут вот не совсем понятно, потому что вы пишете, что он говорит. Если вы уйдете, то предприятие можно закрывать, ему ничего не надо. В каком смысле спрашиваете вы? Ведь, насколько вы помните, он был противником, это он был противником совместной деятельности с директором. Он говорит, что бизнес и сам поставит. И он написал, что хотел это ради вас с ним, а не ради себя. То есть, понятно, бизнес он начал делать ради вас как пары, может быть даже ради вас как женщины. То есть, через бизнес желая показать вам, что он чего-то стоит. И вот здесь очень важный момент. Не стремится ли он сотрудничать с директором? Не стремится ли он быть похожим на директора? Не стремится ли он показать вам, что он лучше директора или ничем его не хуже? Подумайте над ответом на этот вопрос, потому что, если это есть, то, ну, это, соответственно, никуда не денется. И даже после всего того, что вы написали, может продолжать влиять на ваше отношение с ним. Дальше, вы пишите про то, что вы, значит, осознаете себя, осознаете, что не принимать людей такими, какие они есть. Это очень понятно, достаточно ясно. Разве что вы, значит, это осознали, теперь, я надеюсь, вам будет легче строить отношения с людьми. Далее, вы рассказываете про ситуацию, когда вы, значит, ну, по сути, у вас был нервный слез, да, когда вы хотели заказчать кредит, и вам сотрудник банка выдал очень, ну, такое типовое отношение, да. С вами произошло то, чего вас ждали, вы очень громко кричали, много кричали и так далее. То есть, по сути, вы разрядились. Ну, вам также эксперт ответил, что вы стараетесь контролировать себя и, в общем-то, постоянно держите себя в руках и не даете себе никакой сладости. Ну, об этом, в принципе, мы уже говорили с вами, да, помните, вы писали, что вы постоянно контролируете свои чувства. Я тогда говорю, что вам нужно быть слабой, вам нужно позволять находить выход эмоциям. И, если это не делать, то эмоции будут проходить таким ураганом, что с вами, в принципе, и произошло. Значит, постарайтесь все-таки не доводить до такого, постарайтесь все-таки как-то, значит, проражать свои эмоции в более реальном времени, не держать не копить в себе негатив. Это очень вредно. Вредно для вашей психики, для нервной системы, для организма в целом. Так же, как и вредно реагировать так, как реагируете вы. То есть, нервно, очень вредно кричать, очень вредно, ну, так активно выражать свои негативные эмоции. Поэтому, ну, постарайтесь все-таки не как кричить себе негатив, а как-то вот последовательно, да, постоянно разрезаться. Не волнуйтесь, не бойтесь, в разрядке нет ничего плохого, все-таки нормально, и, в общем-то, все люди сдавятся в том, чтобы выплескивать негатив. Другое дело, что, может быть, на вас слишком много разного всего навалилось, да, то есть, подвесчая сделка, проблемы с кузем, проблемы с селектором. Я могу понять, что это был, может быть, ну, исключительный случай, но в избежание повторений и в избежание осложнений каких-то у вас все-таки обязательно следите за тем, как вы себя контролируете. Иногда контроль ослабляет, все-таки вы женщины, женщине самоконтроль, так как мужчине не нужен. А мужчина, как известно, сам достаточно легко найдет способ разрядки, так как женщина не всегда знает, что ей нужно для разрядки, в силу особенности своего мышления, в силу особенности своей логики. И она не всегда может позволить себе это в силу ответственности. Ответственности за семью, ответственности за детей и так далее. То есть, обязательно этот момент учтите. Я понимаю, что вы уже получили на него ответ, получили уже обратную связь, но тем не менее. Поскольку вы это написали, я считаю, ну, долго-долго также дать вам какой-то ответ на эту ситуацию. Тем более, что она очень-очень важна. Далее, значит, теперь вы пишете, что у вас был разговор с мужем, он не хочет отпускать, а вы не хотите уходить. Вы пишете, что вы прибили свой дом, своего мужа, приняли все, и вчера, значит, собственно, у вас переломный момент. И в связи с этим, прежде чем отвечать на вопросы, которые вы задаете, я хотел бы вас спросить. Вот этот разговор с мужем, который произошел, он попросил у вас прощения за все те слова, что говорил вам. Он как-то дал понять, что все вот эти вот его намерения, его отношения, его мысли, его виден ситуации, где вас нет, где он там найдет другую девочку и так далее. Все это иллюзорно, все это эмоционально и, скорее всего, было продиктовано состоянием аффекта. Далее он вам понять, что эта его позиция не верна или нет. Вот вы можете даже, в принципе, мнение отвечать на это вам, но сами-сами обязательно этот момент проработать. Потому что, если не было достаточной проработки конфликта, как такового, а конфликт был сериал, я надеюсь, вы это понимаете. Потому что, ну, действительно, мужчина очень много чего негативного вам наговорил, и если человек действительно дал вам понять, что он был неправ, что все, что он говорил, это неверно, что он думает совсем иначе и так далее, что вот в этом случае, конечно же, все хорошо, но может быть действительно не только вам тяжело, но и ему тоже нелегко, да, все эти моменты переживают, и может быть, что он тоже не выдержал, и так же, как и вы, выплеснул весь негатив. Только если вы ссорить с ним, вели себя спокойно, как я понял, и вообще очень сдержанно, но вы проявили себя позже, проявили себя в другой ситуации, то он сделал это именно во взаимодействии с вами и наговорил очень много вещей, о которых не так просто забыть. И важно, чтобы вы эти хвосты обработали, чтобы вы их обсудили, обговорили, чтобы не осталось никаких осадков преступлений в будущей жизни. Вне зависимости от того, что будет, уедете ли вы, не уедете ли это, в принципе, ваше право, ваш выбор. И я надеюсь, понятно объясню этот момент, потому что женщина не так легко забывает то, что говорит ей обильного мужчина. Она бы и рада, может быть, забыть, но никакой она существует. И если вас что-то в этом задело в словах вашего мужа, то нужно, чтобы вы это обсудили. Пока вы не обсудите негативные последствия и все детали вашего предыдущего разговора, нельзя говорить о будущем. Потому что, так или иначе, негативные последствия вашего конфликта, ну, можно сказать, условного конфликта, да, будут преследовать вас в вашей дальнейшей жизни, вне зависимости от того, опять-таки, что вы решите делать дальше. Теперь, собственно говоря, вы спрашиваете, сколько будет плохо, если вы не уедете. Честно говоря, мне не хочется уезжать по нескольких причинам. Во-первых, я приняла своего мужа, если вы, может, не полностью об этом только время покажете, но, поняла, он меня любит. Далее он сделал, значит, определённые шаги для того, чтобы показать вам, что его намерение серьёзное. Он готов работать с психологом, анализы дал, лечиться будет и записался в тренажерный зал, попросил не уезжать. Далее он вам предложил замену автомобиля. Далее, четвёртых, значит, вы, ну, четвёртых, это у вас получается вопрос. Значит, и, собственно, пятое, что вы встали что-то доказывать, что вы хотите сделать то, что вы хотите, выходите, а вам нравится быть в вашем доме и только здесь спокойно и отдыхает. Ну что ж, значит, давайте, чтобы ответить на ваш вопрос, насколько будет плохо, если вы не уедете. Не уедете, я отчасти, отчасти использую те слова, которые вы сами написали. Значит, ну, во-первых, вы сказали, что вам нравится быть в вашем доме, только где-то вы спокойны и отдыхать. Далее вы пишите, что приняли своего мужа и вы считаете, что он нас любит. Далее мужчина сказал, что он готов делать определённые шаги для улучшения ваших отношений, и причём улучшения критических, и на этом нужно время. И отсюда несложно, наверное, догадаться, что я вам скажу. Поскольку вы всем своим существом стремитесь в том, чтобы остаться в этом доме, то оставайтесь. Но нельзя мужчине говорить о том, что вот сразу всё, вы приняли его позицию, сразу всё хорошо, вы согласились на все его условия наши и так далее. Во-первых, потому что вы спец вам ещё не купили, а только предлагали купить. Во-вторых, мужчина сдал анализы, готов работать с психологом, написал за предназёрку, но он не работает с психологом, он не лечится, и он не тренируется. То есть пока всё это всё слово. Рекомендую вам отложить, по крайней мере, для мужчины, отложить свой ответ, скажем на месяц, ещё на месяц, для того, чтобы дать ему возможность осуществить всё, что он сейчас додумал. То есть в течение вот этого месяца вы ему так и скажите, что я, ну, есть основание сомневаться в том, что ты действительно сделаешь то, что ты говоришь с тобой, понятно, почему я надеюсь. И поэтому я хочу посмотреть, насколько ты действительно готов именно делать, не говорить о делах. И лучше вам честно ему сказать, что вы боитесь, что вот я тебе скажу, что я не уеду, и что ты не так и не будешь ничего делать или будешь делать всё для галочки. Я хочу видеть, что ты настроен серьёзно, что ты действительно готов меня, ты готов как-то улучшать наши отношения, работать над собой. И именно поэтому я пока что не могу сказать тебе, что я прямо вот не уеду, но я готов задержаться ещё на месяц, чтобы посмотреть, как и что ты будешь делать. Если по истечении этого месяца я увидишь, что действительно работаешь, что действительно настроен на результат, то я не уеду. А если нет, то, соответственно, я уеду. И вот в такой позиции вы дадите мужчине надежду, то есть вы показываете ему, что его поступки, его предложения, его задумки вас трогают. В том плане, что вы принимаете их как что-то серьёзное, как что-то стоящее, как что-то очень важное, да? Другой – взрослый. Как взрослый, серьёзный человек вы из своей позиции сразу не сдаёте, вы её по-прежнему придерживаетесь, но вы готовы, как женщина, отдать мужчине инициативу в том, чтобы вас удержать. И пусть мужчина своими действиями поклонит вам, что он действительно хочет меняться, действительно хочет стать лучше и действительно не хочет, чтобы вы выезжали. Для этого нужно, чтобы он видел связь причинно-следственную между тем, что он делает и тем, что делает силой. Поэтому, если вы уедете, это будет деморализирующим фактором, то есть мужчина потеряет надежду на то, что он может что-то исправить, и, возможно, отчаивается и разочаривается. А если вы не уедете, если вы скажете «Хорошо, я не уеду, я оставлюсь с собой», мужчине это вкручит голову и, возможно, мотив для того, чтобы что-то делать исчезнет. Поэтому, если говорить о моем мнении, я считаю, что вам нужно отправить свой объезд на месяц или на большую зависимость от того, как скоро появятся результаты от работы с психологом, от лечения, от тренировок и посмотреть на то, что мужчина будет делать. Вот уже тогда, если будут конкретные результаты, да, вы остаетесь действительно. А если результатов не будет, то и зачем вам оставаться? Я надеюсь, это справедливая позиция, которая является адекватной по отношению и к вам, и по отношению к мужчине. То есть, эта позиция, она учитывает интересы вас с собой. Я думаю, что это правильно, потому что, ну, контакт соус и мужчина, и вы достойны того, чтобы ваша позиция учитывалась, и мужчина, и вы достойны того, чтобы, ну, знаете, чтобы получить в итоге то, что вы хотите. И вам нужно получить чего вы хотите, и мужчине нужно получить то, что он хочет. И это самый оптимальный вариант для вас обучения. Опять-таки, с моей точки зрения. Дальше, последний вопрос, который вы задаете, если, это вот я вас цитирую, если я уверен, насколько тяжело ему будет простить меня за счет того, что он не готов меня отпускать. А я знаю, потому что любит его женщина, и ему неприятно, что я где-то буду одна. Ну, вообще говоря, сложность в прощении вас зависит от того, насколько мужчина осознает степень своей ответственности за то, что сейчас происходит. То есть, если мужчина однозначно полагает и считает, что вот в том, что произошло, виноват он, простить ему вас будет легко. А если быть до конца честным, то в его положении не только прощать, но и обижаться-то не надо. Потому что недостаточно обижаться, ведь все, что произошло, это произошло по его вине. Он сам, своими действиями, своими поступками, своим отношениям, это все создал. И обижаться на вас, это все равно, что обижаться на самого себя. Ну, если мужчина обидится на самого себя, ему будет сложно простить вас настолько, насколько ему самому будет сложно признать, что он поведение неверно. С другой стороны, если вы давали ему, как говорится, второй шанс, и он этим вторым шансом не пользовался, обманывал вас, не оправдывал ожиданий, то логично же, что еще один шанс вы ему не дадите. Это ожидание. Но если подобного рода ситуации случается в первый раз, когда вот вы оградываетесь в такой ситуации, он вам делает такое предложение и так далее, то, естественно, он вправе ожидает, что вы позволите ему себя проявить. Еще этот момент играет роль относительно того, насколько ему будет сложно вас простить. Если вы знаете, что гордость мужчины будет очень сильно уязвлена от того, что вы уедете, тогда спрошение будет сложнее. Но опять-таки, уязвленная гордость будет тогда, когда человек не до конца понимает, что все, что произошло, это его вина, его ответственность. Не ваша, не счета еще, именно только его. И в этом случае, если мужчина остановит, что он все это сделал, тогда, если вы уедете, он будет понимать, что, ну вот вы уехали, ну и что, что вы уехали. Вы сказали, что вы уедете на месяц. Хорошо, но ведь вы можете вернуться и раньше, если вы уедете, что мужчина что-то делает. Вы можете вернуться и раньше, если вы увидите, что человек реально предпринимает какие-то поступки для того, чтобы изменить ситуацию. И вот это, это осознание того, что этот факт, что вы уехали, это не значит сказать, что вы уничтожили за всем. Он даст мужчине, с другой стороны, возможность понимать, что у него всегда есть шанс вернуть вас. И спросите вы теперь меня, наверное. Так что же мне делать? Ну вот, вы говорите, что этот странный мужчина, если он действительно готов что-то делать, он не будет на меня обижаться. Да, это так. С другой стороны, если я не хочу уезжать, если вы говорите, что не нужно уезжать, нужно отправить ответ на мир на месяц. Да, это так. Вам нужно самой принять решение относительно того, как вы поступите в этой ситуации. Я разглашил вам ее максимально, как мне кажется, подробно. Я указал вам на характерное отношение мужчины к тому, что вы уедете несмотря ни на что. Более того, я знал, что вы будете заниматься в том, что вам нужно уезжать. Я догадывался, что вы иран или плотно поднимете эту тему, у вас будут сомнения. И вопрос заключался не в том, будут эти сомнения или нет, они по-любому будут. А вопрос в том, что вам, как бы, подходят причины для того, чтобы эти сомнения появились. То, что вы описали, 5 пунктов этих сомнений, ну, на самом деле 4, 4 пункта. Это достаточно серьезные аргументы. Серьезные аргументы, чтобы не ехать. Но какова вероятность того, что мужчина это все сделает? Какова вероятность того, что мужчина действительно будет делать? Какова вероятность того, что будет результат? Ведь мужчина судит по поступкам, а не по словам. А когда это всего лишь слова. И соответственно, соответственно, возникают сомнения. Ну вот, например, Велосипед предлагает вам купить очень крутой велосипед до момента покупки машины. Но ведь очень крутой велосипед тоже стоит денег. И денег стоит не маленьких. Так не проще ли? Велосипед не покупает, а сразу, ну, если нужно, подкопить нам машину, например. Не лучше ли так будет сделать? Почему такое предложение всплыло у вашего мужа? Я понимаю, вы хотите ему верить, да. Но для меня на первом месте ваш интерес. И именно это наставляет меня задать такой вопрос. Не хочет ли мужчина отвлечь вас велосипедом, а как известно, велосипед это не машины и даже не мотоцикл? Одному машину, покупку машины отвлечь. Я понимаю, это, как вы считаете, это нацифа, подтверждение его намерений. Опять-таки, подтверждение его намерений по отношению к вам, это только в вашем восприятии. Потому что вы это видите так, так как хотите. Вы не хотите видеть. У вас есть личные заинтересованные в том, что вас в этом долго. Я вас понимаю, правда, очень хорошо понимаю. Но, есть опасения, что это просто-напросто, ну, отвлекающий маневр. По крайней мере, исходя из всего того, что вы описывали ранее. Прошу прощения, если это вам кажется подозрительным. Тем не менее, решать нужно именно вам. Если мужчина обидится на то, что вы уехали, с одной стороны, это будет означать, что он все, что хочет сделать, он хочет сделать не для себя, как нужно, а для вас. Если он обидится на то, что вы уехали. Если он обидится на то, что вы уехали, это также означает, что он не до конца предназначает свою ответственность на то, что произошло. А как бы принимает вас, как бы принимает то, что вы говорите, чтобы вас содержать для своих целей. И, с одной стороны, если вы уедете, вы увидите его реакцию, это покажет его истинные отношения. Потому что, если реакция на ваш ответ будет положительной, он не обидится, а обнесется с пониманием и будет продолжать делать то же, что нужно делать, то это как раз таки и будет самым ярким подтверждением того, что мужчина понял и направлен на исправление ситуации. Но, с другой стороны, вы можете принять его предложение и отложить свой ответ на еще месяц. Ну, может быть больше. Сколько хотите. Это не особо важно. И я, естественно, не могу за вас принять решение. Это было бы неправильно. Ну, я думаю, что, вот, вам ближе, среди этих двух вариантов, чтоб вам кажется более правильным, вот, то вы и выберете. Я думаю, что, когда вы, эээ, ну, вот, послушаете это, это вам уже интуитивно будет понятнее, что вы выберете. Вам, ну, именно только будет прислушаться к себе и сделать выбор в пользу того, что, эээ, ну, на что вы лучше реагируете. То есть, что вам, вот, кажется, чисто по внутренним, внутренним чувствам, эээ, более верным, более подходящим к вашей ситуации. Только такое решение, ну, принимать, чтобы оно не противоречило вашим внутренним, эээ, ну, внутреннему восприятию. Потому что, если, например, вы видите, что мужчина искренне хочет, эээ, ситуацию исправить, и настроен он серьезно, то понятно, что вы выберете вариант, эээ, с отглашением ответа. Это будет правильно и справедливо по отношению к нему. Если вы сомневаетесь в серьезности и намерении мужчины, то вы все равно уедете. Тем самым дадите ему возможность проявить себя. Ну, вот, вы и решите для себя. Какой вариант, эээ, какая позиция ваших мужа вам ближе, и какая позиция больше соответствует реальности именно, эээ, в вашем восприятии. И исходя из этого, делайте выбор. На этом все. Эээ, я надеюсь, что вам помог, я надеюсь, что ответим на все ваши вопросы. Надеюсь, что вы, эээ, все полезное для себя извлечете. Желаю вам удачи, желаю вам принять очередной, эээ, нелегкий выбор. И желаю вам получить от этого выбора все, что вы хотите. Своей стороны, эээ, могу вам только пообещать дальнейшую поддержку, помощь и ответы на все вопросы, которые у вас возникнут. Всего вам доброго и удачи!